Беременность меняет женщин. У кого-то это сказывается на вкусовых предпочтениях, но есть и те, кто совершает неадекватные поступки, совсем не красящие их, как будущих матерей. Это программа «Семейный контролер». Я ее ведущая Сержана Мордогеева. Смотрите в этом выпуске. У меня отказание написала, у подруги жила. Вы ругались с ней, да? Нет, в тот день нет. Ушла и не обещала вернуться, куда исчезла мать-кукушка и где сейчас ее дети. Она так, я с первого дня все время пила. Беременность – ни повод не пить. Почему женщина не думает о будущем ребенке и как ее остановить? Смотрите на меня, пожалуйста. Вы же тоже выпившие сейчас? Маленько. Маленько для одних, да много для других. Подучетная семья свернула с прямой дорожки. Что будут делать соцслужбы? Напомним, проект «Семейный контролер» направлен на профилактику семейного неблагополучия, выявление семей, находящихся в социально опасном положении, а также на пропаганду семейных ценностей и жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей. Ушла и словно в чистом поле потерялась. Начнем программу с истории о многодетной матери, которая, несмотря на свою беременность и троих малолетних детей, бросила семью. Вы ругались с ней, да, по этому? Ну, нет. В тот день нет. Ну, она же не просто так пошла. Мы поругались. Еще несколько месяцев назад они могли показаться обычной многодетной семьей. Воспитывали троих детей и ждали пополнения. Но в конце года что-то пошло не так. Двое младших заболели и их увезли в больницу. В то же время в неизвестном направлении ушла и беременная мама. Она ушла 23 декабря в больницу. Она отказом написала, у подруги жила. У меня не получилось. Сразу мы в больницу бегали, работали. Все врачи там сказали, что в одно время не смогли сделать. Пожалуйста, вот это. Ну, отцовство не установлено, да? И поэтому собрали, да? Сейчас, говорят, мама одумалась. Она уже родила четвертого ребенка. Выписываться собирается домой. Ну, а отец пока ищет другое жилье. А вы будете собирать-то вот малышей-то? Ну, конечно. Она сейчас, получается, в больнице как бы выкишится. Начнем делать все. Думаю, квартиру как бы снимать будет. Но ее не лишили еще родительских прав? Надеюсь, нет. Между тем, к нам поступила информация, что женщина уже хотела отказаться от новорожденного и оставить его в роддоме. Есть информация, что она хочет оставить ребенка в роддоме. Она мне позвонила, так хотела сделать. Но сейчас придумывала. Никак не объяснила, почему? Да, еще ничего не было. А если она вдруг сейчас маленького бросит, уйдет? Что вы делать будете? Ну, вряд ли. Ну, как бы не утонувшина, сейчас он болится, будет. Она, точнее, дочка. Какой срок то у нее? 32 недели. Скорее всего, соцработники заглянут в эту семью еще не раз. Во-первых, убедиться в серьезности материнских намерений. А во-вторых, проверить условия. На данный момент их сложно назвать благополучными. И чаще всего причиной таких историй становится, конечно же, алкоголь. Отказаться от него не смогла и другая беременная женщина. Это вообще ужас. Они прошлую ночь утворили. Это кошмар. Все надо что-то делать. Она же беременна. Вы представляете? Пропьющую беременную даму из этого дома знает вся округа. Срок в 30 недель не останавливает женщину от пьяных загулов. Со слов тети, будущая мама о ребенке совсем не думает. Она так, я с первого дня все время делала. Я ей говорила, не надо, ты же не сможешь рожать. Она сказала, я не заберу ребенка. Оказалось, не жалко ей и другого малыша. У нее уже есть дочь. Девятилетнюю девочку почти с рождения воспитывают родственники. Она лишена на нее, правда? Пока нет. В итоге тетушка сказала, что выгнала пьющую племянницу. Но так как ей больше негде жить, скорее всего, она вернется. Поэтому соцработники будут держать на контроле этот адрес. Заставить женщину лечиться принудительно никто сейчас не может. Но срок уже подходит. И поэтому, как только она родит, вопрос о судьбе ребенка будет решаться незамедлительно. Еще один адрес проверили в пригородном ДНТ. Семью поставили на учет чуть больше месяца назад. Посмотрим, есть ли положительные сдвиги. И в таких условиях вынуждена жить шестилетняя девочка. И мусор – лишь один из поводов постановки семьи на учет. Решающим стало не то, что родители не убираются, а то, что, не стесняясь, пьют при дочери. Ну вот кто-то же вот это распивал, вы знаете, тут сколько? Это ж с ума сойти сколько? Это ж надо сколько выпить. Это за год, наверное, накопил. Ну как вы убирались? Конечно. Убираться начинали. У меня с ограды везде собрал. А на учет у вас из-за алкоголя построили? Да, потому что да, было. Я ничего не скажу. На этот раз родители оказались трезвыми. Но безопасную обстановку в доме не назовешь. А вы почему курите это дома? У вас дома 4 пепельницы, я сейчас насчитала. Действующих 4 пепельницы. В одной комнате. Вот эта электропроводка, она настолько у вас опасная. Вы вообще не задумывались менять ее или еще что-то? А зачем менять? Я вот что сам мог сделать, заизолировал. Вы понимаете, насколько это опасно? Между тем, именно по пожарной безопасности для семей в социально опасном положении в Бурятии действуют две программы. Первая – извещатели. Их устанавливают бесплатно. Вторая – программа «Соцконтракт». По нему могут выделить деньги на замену электропроводки или ремонт отопительной печи. Единственное, что для этого нужно сделать самим семьям – дойти до соцзащиты по месту жительства и написать заявление. В нашем примере проявлять инициативу пока никто не торопится. Поэтому работа с ними продолжится. Видимо, постановка на учет не всех, так скажем, учит жизни. К примеру, по следующему адресу семья, которую сняли с особого контроля в конце прошлого года. И не прошло и трех месяцев, женщина расслабилась. Почему дома так холодно здесь? Они это не топили, да, еще? Ну а эта семья известна всем районным соцработникам. Они проверяли ее весь прошлый год. К концу года женщина сумела доказать, что в их доме все спокойно. Вот только продержалась такая обстановка недолго. А алкоголем пахнет от кого? А алкоголем? Это от меня. Смотрите на меня, пожалуйста. Вы же тоже, да, выпившая? Ну, маленько. Когда пили? Ну, утром, видимо, да? Утром, утром. А утром во сколько пили? Дети-то у вас еще где? В школе? У меня доча с часа тридцати до шести у Витера учится. Сейчас в одном дождь. Значит, когда вы пили, была она дома, правильно я понимаю? Да, да. Ну, а что пили? Я ее отправила в школу. Пиво пили или что пили? Только водку выпили. Есть, да, чем кормить? Кошмар. Что, водку стаканами пьешь? Вон в стакане налитый я сейчас по ним понюху. Дайте мне ваши документы. По какому я вам составила? Нельзя пить пресс, дети, тем более пить школу, тем более водку. В итоге на женщину составили протокол по статье 5.35. Неисполнение родительских обязанностей. А это значит, учитывая прошлый опыт, ее могут вновь поставить на учет, как семью, находящуюся в социально опасном положении. И, как подтверждение такого, чужие люди в доме. Я только зашел. А что вы зашли? Тоже пьете, да? Ну, вот ходила, тут люди громко говорят, я зашел. Или выпить зашли? А тут нет. Что, налили и зашли? Ну. Что, часто здесь наливают? Кроме того, в доме было очень прохладно, оказалось, дрова совсем закончились. И для соцработников это еще один повод для особого контроля. Так что продолжим следить за этой семьей. И смотрите во второй части программы. О, вы кровать купили? Да, да, да. Так что мы не сидим без... Ой, слушайте, ну у вас прямо, да. По следам наших материалов, что изменилось в подучетных семьях. Будет определяться за последние 12 календарных месяцев. Среднедушевой доход будут считать по-новому. Каких выплат коснутся изменения в рубрике «Семейный бюджет». Такой сильный и очень добрый. О чем мечтает юный певец в рубрике «Мама найдись». Впервые об этой семье мы узнали три года назад. Поступил сигнал, что на окраине частного сектора часто видят детей, гуляющих на свалке. Мы выехали на место и убедились. Поводы для беспокойства имеются. В доме был скудный набор продуктов и беспорядок. Вы на бардак не смотрите здесь? Ну, вчера ремонт только закончили. А кто где спит-то как-то? Как будто никто нигде не спит. А постельные билеты нет? Есть, есть. Второй раз мы приезжали сюда около месяца назад. Ситуация почти не изменилась. О, боже! Что это у вас-то? Склад? Уборка будет. И вот что мы зафиксировали во время последнего визита. Ремонт растянулся на несколько лет. А может, просто стал удобной отговоркой для социальных служб. Но все же улучшения все-таки есть. О, вы кровать купили? Да, да, да. Так что мы не сидим без... Ой, слушайте, ну у вас прямо, да. Уразительные перемены, да? Ну, как печка побелена. Как-то неустойчиво стоить. Я укрепил. Вот она так-то вот. Вот так-то и ничего. Вам бы еще вот сюда прошить. Вот так вот, туда длинную эту палку. Будем сделать. А вы почему это постельный билеты ему так и не постелили? Он как у вас? Стелем просто вытаскиваем. Каждый день, что ли? Не решился до сих пор вопрос со здоровьем младшего ребенка. В этом году он должен пойти в первый класс. Вот только в какую школу еще не решили. Более того, даже не начали проходить медосмотр. Хотя этого мальчика стоило показать специалистам, очевидно, уже давно. Проблема с чем? С речью. Так это вот надо сейчас... Он со мной, с нашими, со всеми нормально разговаривал. Но самое главное, чтобы он в детском коллективе разговаривал. Вы-то его понимаете, а учитель его понимать не сможет. И он не сможет донести до ребенка. Надо медкомиссию сейчас уже проходить и определять тип образовательного обучения. Его уже в обычную школу трудно взять. Он же должен находиться с равными себе. Мы будем искать, мы об этом разговариваем. Ее не надо искать. Ее не надо искать. Надо пройти медкомиссию и пройти РПМПК. Республиканская психолого-педагогическая медицинская комиссия. Без ее разрешения вы хоть найдите 5 заведений, вас туда не возьмут. Почему мама до сих пор тянет? Время-то уже апрель. Да. Там же записываются. Летом уйдут в отпуски врачи. Проблема в том, что контролировать этот процесс будет непросто. Семья живет на стыке двух районов. По социальному обслуживанию их должны поставить на учет районные службы, а по медицинскому – городские. Но мы надеемся, что мамочку не придется искать, и она сама все же найдет время на ребенка и пройдет все необходимые процедуры, чтобы мальчик уже начал учиться. Среднедушевой доход семьи начнут считать по-новому с этого месяца. Коснется это отдельных видов соцподдержки. Подробнее в рубрике «Семейный бюджет». Во-первых, изменения затронут получателей субсидии на оплаты ЖКУ. Теперь совокупный доход семьи им нужно будет считать за полгода предшествующих месяцу со дня подачи заявления. К примеру, если человек обратился за субсидией в апреле 2023-го, то считать доходы нужно будет с 1 сентября 2002 года по 28 февраля 2023-го. По такому же принципу с 3 апреля изменился и период расчета среднедушевого дохода при назначении других выплат. Это компенсация платы за детский сад, ежемесячная денежная выплата в случае рождения и усыновления третьего ребенка или последующих детей, и компенсация расходов по оплате за жилое помещение по договору найма. Доход семьи на эти выплаты будет определяться за последние 12 календарных месяцев, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявления. Так, например, если заявление будет подано в апреле 2023-го года, то доходы рассчитают с 1 марта 2022 года по конец февраля 2023-го. Все изменения связаны с поправками в региональное законодательство. Подробнее обо всех выплатах можно узнать на сайте Министерства соцзащиты Бурятии или подписавшись на телеграм-канал ведомства. Когда-то он мечтал стать полицейским, потом водителем, в итоге состоялся в роли певца. Знакомимся с новым героем рубрики «Мама, найдись». Дандару всего 11 лет, но, кажется, он уже знает о мире звезд и моды абсолютно все. Мальчик – активный пользователь интернета. Нет ни одного блогера, о жизни которого юный пользователь смартфона не знает. Я люблю сидеть в телефоне. А что ты там делаешь? Тик-ток – там короткие видео, а в ютубе там типа сериалы. Кто твой любимый блогер? А вот это секрет. О жизни Дандара мы уже рассказывали. Приезжали к нему в гости, как только он попал в центр. В глазах читался страх и непонимание, что будет дальше. Это была ночь. К нам пришел какой-то дяденька. Они начали пить. Я позвонила тете. Она сказала, что сейчас приедет. После этого случая Дандар оказался в социальном центре. Там живет уже более двух лет. Уж слишком часто мама оставляла его одного. Вспоминает, следить за ним было некому. На отца положиться не мог. Говорит он, никогда не жил с семьей. Семья – это где все друг друга уважают, ценят, всегда высушивают. В какой бы семье ты хотела жить? Ну, доброй. И все. Ну, чтобы они что тебе разрешали делать? Покупать вещи. Просто, ну, денег совсем так много не было. Конечно, одежда не единственное, что интересует Дандара. Мальчик учится в шестом классе, признается, очень любит изучать историю и биологию. История – это не такой сложный предмет. И биология тоже. В биологию проходим амебу обыкновенную. Ну, вообще, это на мое будущее не являет. Я хотела бы стать вообще блогером, артистом, выступать на сцене. К своей мечте Дандар уже начал идти. В марте принял участие в проекте «Дети и звезды», где на протяжении двух недель с участниками работали известные бурятские исполнители. Останавливаться на этом мальчик не планирует. Но очень бы хотел, чтобы в зрительном зале сидела любящая семья и громче всех аплодировала ему. По вопросам жизнеустройства Дандара и других детей, оставшихся без попечения родителей, можно обратиться в региональный банк данных по номеру, указанному на экране. На этом завершаем наш выпуск. Ну, а я напоминаю, если вы знаете семьи, где родители злоупотребляют спиртным или дети находятся в другой опасной ситуации, обязательно сообщайте в экстренные службы или в нашу редакцию. Наш номер прежний 606729. Постараемся помочь. Редактор субтитров А.Семкин